Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети на Пилот-радио. Меня зовут Анастасия Николаева. Сегодня мой соведущий Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВУ. Здравствуйте. Здравствуйте. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это мы выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. Занимающиеся спортом россияне получили право на льготный вычет. Такую норму недавно одобрило правительство. Налоговый вычет будет предоставляться в размере фактических расходов, но не более 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими вычетами. На федеральном уровне постоянно принимаются меры по популяризации спорта в обществе. Реализуется федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Возродили комплекс ГТО. Он позитивно был встречен большинством россиян. Увеличение количества спортивных и фитнес-клубов происходит постоянно. Ну, собственно, как и растет количество посетителей в них. Спорт нынче в моде или он действительно становится нормой жизни? Сегодня мы поговорим, нужен ли ребенку нашему спорт. До эфира мы собирали мнения подрастающего поколения, спрашивали, нравится ли тебе заниматься физкультурой. Мы обязательно познакомим вас с этим мнением в рубрике «Детское мнение». Ну, а видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале ТвериГрад. Итак, тема программы «Нужен ли ребенку спорт?». По мнению врачей и ученых, регулярные занятия детей спортом укрепляют здоровье, закаливают характер, развивают адаптивные способности к социуму. Ну, а что думают педагоги и психологи по этому поводу? Артем, что скажете? Ну, надо сказать, что здесь, конечно же, занятия физической культурой и спортом, это очень позитивно влияет на тело и на организм человека, и в первую очередь ребенка, потому что это растущий организм. Вот, и он очень активный, если в сравнении с взрослыми, он намного более активный, вот, и детям нравится много разных активностей. Более того, у них повышенный обмен веществ, им всегда нравится бегать, прыгать и так далее. Вот, и в связи с этим, конечно же, занятия спортом у них должно быть больше. Ну, спортом или физической культурой, такие два понятия, сейчас попробуем их разобрать. Вот, значит, да, физической активностью им надо заниматься намного больше, чем взрослым людям. Это очевидно, и это прям нужно, нужно это, скажем так, не то, что контролировать, а смотреть, и что смотреть за этим, чтобы те активности, которые ребенок инициирует и пытается сделать, чтобы они вызывали только поддержку и одобрение. Вот, и в данном случае это действительно ему нужно на физиологическом уровне, у него развиваются и растут мышцы, развиваются и кости, и нервная система, и эмоциональная система. И в связи со всем этим физическая нагрузка ему нужна очень существенная. То есть, если ребенок просто бегает, ну, может быть, там, не в очень подходящем для этого месте, и родитель говорит, не балуйся, а вот выдавая, да, это за плохое поведение, просто нужно понимать, что ребенку, силы ребенка нужно просто перенаправить в другое место и отвезти его на стадион. Да, на стадион, или куда-то сходить, или прогуляться, или пробежаться, или, да, сходить на стадион, поиграть в мяч, или каким-то образом поиграть в мяч, где есть возможность такая. Понятно, конечно же, что в рамках существующего жилья это сделать тяжело. Безнаказанно. Но, тем не менее, это нужно подмечать, и эту потребность ребенка нужно реализовывать обязательно. Более того, она у него такая, она в течение всего дня прям идет. То есть не так, чтобы там, как у взрослого, да, он поработал, а потом пошел в фитнес-зал там позаниматься. А у него она в течение всего дня идет, и когда, если ребенок находится в школе, да, вообще образовательной, то в этот момент, хоть там и есть занятия физической культурой, там, да, вот, но, тем не менее, большое количество времени на ребенок находится без движения, вот, и это очень сильно его сковывает, ему нужно это компенсировать обязательно. Вот, то есть после школы это вообще прям очень-очень позитивно заниматься физической культурой. Вот, и надо же, если понаблюдать за детьми, как раз, которые выходят из школы, они часто бывают, им прям, ну, хочется выплеснуть что-то там и так далее. На самом деле, они не просто спешат домой, а просто они выплескивают свою активность. Ну, кстати, по поводу школы сразу вспоминается, вот, по поводу начальных классов и своей же, опять-таки, практики, когда преподаватели в середине урока поднимали весь класс, и начиналась вот эта вот гимнастика. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Но это была, к сожалению, только начальная школа. Хотя мы просили и в более старших классах провести, и учителя нам, как правило, не отказывали в этом. Ну, давайте мы разделим вот эти два понятия. То есть физическая активность и спорт. Понятия-то разные. Активность, она ведь может проявляться действительно и в прогулке по парку, и в игре там в мяч не профессионально, а с родителем или с собакой, к примеру. Ну, и спорт, это совершенно другое понятие. То есть в большинстве своем спорт, он нацелен на достижение результатов и включает какие-то соревновательные моменты. Ну, это в общем, давайте вот подробнее в этом разберемся. Да, давайте попробуем. Здесь, если занятия физической культурой подразумевают наличие результатов, то тогда, конечно же, это такой вид, что тут надо быть очень-очень аккуратно к этому вопросу подходить. Здесь же еще и все-таки моральный, ну, не моральный, а эмоциональный аспект задействован. Да, да, да. Первое, до этого еще хотел сказать то, что очень часто спорт родителям воспринимается как определенный социальный лифт, возможный, в перспективе. Вот, и вот это вот понимание у родителя нужно ему самому для себя. Во-первых, нужно это понять, и определенное нужно транслировать для ребенка, если действительно родитель это хочет. Потому что любой спорт результатов или достижения, следующая ступень будет, да, она связана с, скажем так, целенаправленными действиями над своим телом, которое тело-то, в принципе, не хочет, чтобы на нем эти действия производили. Потому что, чтобы получить результаты, тело должно находиться в сверхактивном состоянии, что для него неестественно абсолютно. И нужно ли это начинать делать, скажем так, именно с ранних лет, когда еще тело растет, это очень серьезный вопрос, потому что либо этим действительно заниматься как спортом и идти в сферу высоких достижений, да, и там тогда действительно на тело будет производиться очень сильное воздействие, и по всем спортсменам это видно. Да, вот я хотела как раз сказать, что по всем спортсменам это видно. Очень часто даже я в детстве занималась спортом достаточно долго, и многие безошибочно определяют в виде меня, каким спортом я занималась. Да, да, это все видно всегда. И здесь родителю нужно четко понять, нужно ли ему это действительно. То есть, что в результате, ну, тело ребенка и, скорее всего, определенное даже и психологическое состояние ребенка, оно будет определенным образом... И личности идет деформация, вот, в хорошем, может быть, плане все-таки, но идет деформация по... Да, с одной стороны в хорошем, а с другой стороны, может быть, и в нехорошем, да. Под определенный спорт. Вот, и поэтому это надо разделять. То есть, получая, и здесь вот есть еще одна из промежуточной грани, когда вроде родители сначала, поначалу-то, ну, занимаются спортом и вроде бы хотят результатов, то есть мы с этим спортомимся, на самом деле, с родителями, то есть вот они дают секцию, чтобы были какие-то результаты, да, чтобы там какое-то место там было, там какие-то соревнования, даже небольшие, там, допустим, либо в клубе, либо в городе. Ну, городские, да, межобластные. Вот, и вроде как их это, в принципе, устраивает. Но даже, чтобы получить такие результаты, ребенку приходится свое тело держать в очень активном состоянии, неестественном. То есть это надо тоже понимать, родителям это надо четко понимать, что ребенок находится в неестественном состоянии. Да, результаты будут. Вот. Будут ли они дальше получать какое-то, скажем так, какое-то продолжение, непонятно. Но вот, что он будет находиться в таком неестественном для себя состоянии и неудобном, это точно. То есть здесь нужно тоже этот момент понимать, либо его надо компенсировать каким-то образом со стороны родителей, да, либо понимать, для чего это. То есть только для себя это нужно, или он хочет это сделать для ребенка. И вот тут это очень такое... Родители должны сформироваться отношения. Вот. И отсюда родители пытаются как бы выдвинуть следующий, да, тезис, что они с помощью вот такого занятия спортом, да, результативным, да, скажем так, нарабатывается определенная база тела. Когда тело формируется таким образом, что оно, скажем так, когда ребенок вырастет, оно будет здоровым, как бы здоровым, спортивным. Вот. Это... И, конечно, этот тезис очень сомнительный, потому что... Есть травмы спортивные. Да, есть травмы спортивные. Есть гормональная перестройка организма, которая будет происходить. Искусственное сдерживание веса в некоторых видах спорта. Да. Или чрезмерная нагрузка на мышцы или на кости, например. На позвоночник. Да, на позвоночник, в первую очередь. И на шейную часть. То есть вот эти вот вещи, они... Это надо, ну, каким-то образом для себя понимать. Потому что, чтобы были результаты, тренер будет сделать с ребенком определенные действия. В то время, когда родителей не будет. И это нужно четко понимать. То есть, более того, в 90% случаев тренера даже не пускают родителей на тренировки. Вот. И это нужно четко понимать, что будет происходить, что будут делать с вашим ребенком на этих тренировках. Вот. Это надо четко понимать. И думать, что это будет классно, хорошо и очень спортивно в будущем, ну, это такой некоторый обман в себе происходит. Я сегодня, готовясь к программе, прочитала такое высказывание психолога. Ну, может быть, это даже не высказывание, а мнение, что любой практически нормальный человек практически в любом виде спорта может дойти для звания кандидата в мастера спорта. А далее уже это уже профессиональный спорт. И хотя, как можно назвать кандидата в мастера спорта непрофессиональным спортом? Но, тем не менее. А далее уже вот желание ребенка и воля. А как вы считаете, действительно ли каждый человек буквально может дойти до КМС? Ну, наверное, да, потому что очень много таких случаев происходило, когда люди абсолютно по телу не приспособлены к данному виду спорта с помощью своей силы воли, его меняли. То есть баскетболисты с небольшим ростом, например. Да, и много примеров. А там футболисты с заболеваниями органов дыхания. Да, да, да. Вот. И да, это возможно. Да, это возможно. И поэтому как бы вот эту часть переносить на детей, ну, не очень понятно. Хотя, опять-таки же, все тренера, да, они говорят про то, что по всем видам спорта, если вы хотите получить достижения, то нужно заниматься им с очень маленького количества лет. Чем раньше, тем лучше. Да, чем раньше, тем лучше. Ну, нет, там есть, конечно, некоторые ограничения. Ну, да. Да, все равно там с двух-трех лет, наверное, не будут они заниматься. Штангой, к примеру, да. Вот. Но тем не менее, то есть спортом стараются заниматься с очень маленьких лет. Вот. И это спорт прям реально, да, высоких достижений. И есть еще второе мнение по спорту высоких достижений. Он невозможен без стимуляции внешней. Никак, никаким образом. Нет спортсменов ни одного, который бы не производил стимуляцию. Угу. Да, да. То есть есть недопустимые препараты, а есть допустимые препараты. И есть препараты, например, которые невозможно пока обнаружить. И здесь вот такая вот штука, что все спортсмены говорят, что невозможно просто на теле, на обычном, сделать такие достижения. Уже никак. Ну, потому что критерии повышаются там каждый год или, а тело человека не совершенствуется, собственно. Конечно, оно вообще не совершенствуется. Вот. Хотя вроде как разные техники там говорят, что в том же беге там и разные там техники используют и в каких-то еще видах спорта. Но тем не менее. То есть это тоже надо понимать. То есть что спорт высоких достижений, это в любом случае стимуляция. То есть никак без этого не обойтись. Насколько она позитивно будет влиять на организм и на человека, не очень понятно. Вот. Поэтому вот можно, да, развести спорт — это результаты, да, и спорт — это физическая культура. То есть тогда, когда ребенок занимается… Общая физическая подготовка, УФП. Да, 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 да. Когда, причем, ребенок занимается этим еще и в удовольствии и без принуждения, например, да. Вот, когда мы ходим в бассейн, например, да, с нашими группами детей, то у нас достаточно свободное посещение. Вот. И дети там находятся в свободном, скажем так, плавании. Прямо можно сказать, с мисси этого слова. Вот, находятся в свободном плавании, и видно, что они получают определенное удовольствие от этого. Им это очень классно, комфортно и очень прикольно. При этом они еще и очень активны, и у них тело развивается и, скажем так, и двигается, и получает новый опыт. И они получают новый опыт в различного рода, скажем так, в движениях, взаимодействиях. В новой среде. В новой среде, да, в новой среде, с людьми взаимодействия. Потому что очень много взаимодействий в той же воде, да, оно как раз с людьми происходит. А не просто плывая, плыть по дорожке туда-сюда. Вот, и во время этих взаимодействий тело намного более интересно развивается, нежели это просто там как бы одним стилем ты чешешь туда-обратно. Вот. Плюс это определенное еще и эмоциональное, эмоциональное взаимодействие между людьми, а в воде это очень-вощей весело всегда. Это программа «Время и дети». Мы продолжим через несколько рекламных минут. Время и дети. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы говорим о том, нужен ли ребенку спорт. Разговариваем мы с Артемом Федором, сооснователем среды образовательных возможностей ОСОВУ. Если ребенок, допустим, склонен к физической активности, ну, то есть вот ему больше других нравится бегать, ему нравится прыгать, играть в подвижные игры, вот он всех заводит, там, на батуте прыгает, к примеру. Можно ли считать, что этому ребенку подойдет спорт и что эту активность нужно направить, ну, как говорят, на благое дело, да, то есть в правильное русло? Или это, ну, просто вот, может быть, там, темперамент ребенка такой? Здесь, в первую очередь, зависит от самого ребенка. То есть, опять-таки же, как вы сказали в предыдущей части, мы разговаривали, что, в принципе, любой человек может дотичь определенных результатов, когда он хочет это сделать. Если действительно ребенок активный, двигающийся, хочет пробовать какие-то виды спорта, куда-то идти, что-то делать, 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 этому обязательно надо помочь. То есть сопроводить ему в этом процессе и реализовать его вот это желание. Причем это может быть желание, опять-таки же, сменное, то есть можно в одно место прийти и позаниматься, месяц, два, три, посмотреть, подходит ли такой вид спорта, не подходит, поменять секцию, поменять вид спорта, поменять нагрузку, там, и так далее. То есть все, если ребенок хочет двигаться в этом направлении, а, в принципе, все дети хотят в каких-то направлениях двигаться, вот главное, чтобы это было не извне, чтобы это не извне навязывалось, и чтобы это не перегружало ребенка, самое главное, физически, вот, то тогда он будет пробовать очень много разных вариантов и смотреть в то, что ему подходит. И, в принципе, он может попасть, и он, ему более как никому бы то ни было видно, что, что ему больше нравится и что подходит для его тела. Вот, потому что, когда ребенок, если ребенок поймет, что именно вот этот спорт ему нравится, и он подходит под его тело, и он получает удовольствие от занятий этим видом спорта, то тогда действительно высокие достижения… Не заставит тебя ждать. Да, вообще, это будет очень, прям, видно быстро проходить. А как это лучше сделать? Сначала попробовать одну секцию, потом, ну, допустим, там, 2-3 месяца, потом другую, потом третью, или же, например, сразу две секции включить, то есть понедельник там, вторник-четверг, понедельник-среда. Но, с одной стороны, родитель не теряет время и сразу наблюдает, вот, что больше нравится, то есть не теряет время, я имею в виду, в возрастном плане, да, ребенка, там, позанимались полгода одним, потом другим, раз и 12 лет, к примеру. А с другой стороны, здесь может быть общее перенапряжение, то есть полка до конца такая вот, может быть, общее перенапряжение, уже будет тяжело выявить, ребенок просто устал от большого количества нагрузки, или ему что-то не нравится, вот, как найти золотую середину? Вот, только чувствовать и разговаривать с ребенком, потому что он будет, он же, скажем так, это делает, или ему виднее, и он будет говорить, что если ему там тяжело, я не хочу идти сюда, значит, не надо идти. То есть не нужно, то есть, с одной стороны, как бы, родители транслируют позицию, что это дисциплинирует, это повышает силу воли, нет, это использование силы воли, а не повышение ее. Искусственное применение. Ну, да, то есть ее, как бы, тебя сподвигают ее применить, вот, а не очень понятно, зачем, как бы, ну, ребенку вообще не понятно, зачем. Вот, и в данном случае здесь, наоборот, более ценно с ним согласиться, потому что меньше будет времени потеряно. То есть, если он пришел даже на одно занятие или на два и увидел, что нет, это не его, значит, это точно не, ну, как бы, ему, даже если, может быть, это ему подходит, как бы, по каким-то внешним факторам, может быть, но если он сам чувствует, что это не его, он не будет там прогрессировать, ну, как бы, просто из-за того, что ему неинтересно. И не то, что даже назло там родители это будут делать, а потому что ему неинтересно, и он, как бы, ну, не выкладывается, не отдает туда свои силы и не хочет там двигаться. Потому что мы прям видим по нескольким, у нас есть несколько занятий физической культуры, да, и мы по некоторым детям видим, как они двигаются, и когда у них возникает интерес прям свой, живой к этой штуке, у них скорость развития возрастает там в разы, в порядке прям. То есть они за очень маленький промежуток времени, они очень быстро прогрессируют, очень быстро. И это невозможно достичь никакой тренировки извне, никак. То есть, причем тренера прям видят, говорят, что вот да, происходят такие, но мы, говорит, мы не можем это сделать извне никак. Пока он сам не включится, как бы, ну, мы ничего не можем. Да, мы можем последовательно идти по программе, там, проводить какие-то уроки, там, занятия, там, эти занятия на то, это на то. Но такого прогресса, ну, не будет. Вот. И поэтому это очень важно, желание. Ну, вот очень занимательный факт я сегодня прочитала. Оказывается, что очень известный, очень именитый теннисист Андрей Агасси не раз признавался, что, оказывается, он... Причем он же достиг очень больших высот в плане того, что занимал первые места во всевозможных, да, там, соревнованиях международных. И он признался, что до сих пор ненавидит теннис. На самом деле его папа в детстве заставлял ходить и заниматься теннисом. И ребенок, ну, как ребенок, уже сложившаяся личность, да, легендарный спортсмен, говорит, что он сейчас ненавидит теннис, но папа его заставлял, а папа у него диктатор. Он понимал, что с ним спорить бесполезно, поэтому включал всю свою силу воли, включал всю свою... Ну, это мотивацией, наверное, назвать нельзя, но вот заставлял себя ходить на этот весь спорт, потому что понимал, что с папой спорить бесполезно будет только хуже. Ну, здесь, что можно сказать, да, такие случаи есть, да, и он не один такой, есть очень много таких людей, которых родители даже против воли куда-то отдавали, отдавали, дали, и ребенок с помощью тренера достигали результатов. Да, это возможно, это возможно, но насколько это потом будет нужно ребенку, который станет человеком... Можно говорить на примере Андрея Гасси, что у него есть, как сказать, ну, поколеченная личность, как какой-то заруб в психике? Он успешный, он талантливый. Тяжело сказать, я с ним не взаимодействовал, не общался, поэтому сказать тяжело, вот. Или это можно просто квалифицировать, как обида на отца? Ну, если он, в данном случае, он так транслирует эту штуку, то явно ему это не понравилось, и каким-то образом либо он это пережил, либо он это потом каким-то образом для себя изменил. Раз он в таком ракурсе про это говорит, то для себя он считает это не очень правильно и не очень полезно, вот. Вот, поэтому можно вот так и подходить. Хотя, опять-таки же, от родителей, например, мы слышим часто, не часто, а от некоторых родителей слышим, что вот меня заставляли заниматься этим видом спорта, я занимался этим видом спорта. Вот результат. Да, вот результат, у меня есть определенный, ну, конечно, не там колоссальный результат, но есть результат, и я считаю, что именно то, что я занимался тогда, сейчас вот меня поддерживает каким-то образом, вот, и позволяет мне этим спортом заниматься, поскольку сила воли сформировалась тогда, и она меня удерживает. Так бы я уже давно бросил бы, и ничем бы уже давно не занимался. Вот, поэтому тут не знаю, насколько это воспринимает, потому что каждый занимается спортом для своих целей, кому-то нужна фигура, кому-то нужно здоровье, кому-то нужен какой-то момент, допустим, там, сердечную, допустим, мышцу нарастить, например, или что-то еще, там, легкие укрепить, или позвоночник, наоборот. Вот, это все разные вообще виды спорта, или вообще занятия, абсолютно разные, и кто-либо кто-то для общего развития это делает там, да. Для эмоционального удовольствия. Кто-то для эмоционального, кто-то для социального взаимодействия, то есть там это очень много разных штук, и в детстве для этого заниматься в детстве этим не нужно, то есть когда вот нужно чем-то вот каким-то образом от спорта что-то получить, вот можно получить прямо сейчас, да. А давайте послушаем мнение детей. Мы спрашивали у детей, нравится ли им заниматься физической культурой. Вот что у нас получилось. Физкультура – это мой любимый предмет. Мне он очень нравится. Я всегда спортивный, самый быстрый и очень ловкий. Когда мы играем в догонялки или в игродную, я там царь, потому что меня никто не может догнать. Я могу, например, прогнуться или еще как-нибудь, чтобы меня не поймали. Я очень люблю играть в футбол. Я очень спортивный, потому что это спорт, а это мне нравится. Нет, дети мешаются. Вот мы поем, а они уже давали. У нас хорошо, там берешь, что я сидя, и в каталке прыгать. Мне нравится на велосипеде кататься и танцевать на тренировке своей. Смотря где, потому что в школе мне не нравится заниматься физкультурой. Еще я хожу в тренажерный зал, но иногда лень, но с тренером мне очень нравится заниматься. Детское мнение Вот такое мы получили сегодня детское мнение. У нас немного до рекламы остается времени. Давайте мы его прокомментируем достаточно. Да, очень показательное, что любой физически активный детям интересно. Любая. И они от этого в восторге. Это очень классно. А когда у них получается, они чувствуют себя царем. Конечно, это вообще круто. А в принципе, те, кто занимается по своему интересу, они все результаты очень быстро получают. Вот опять-таки мы это наблюдаем, когда ребенок здесь включается, кто-то, кому-то что-то, какая-то спорт или физическая активность интересная. Он очень быстро прогрессирует, ему комфортно там находиться, ему удобно и интересно там продолжать двигаться. То есть он не прекращает и дальше двигается до какого-то предела, ну, какого-то, скажем так, места, кому интересно, до которого ему интересно. Либо может и вообще очень долго этим заниматься. В том числе, например, не знаю, сейчас, может быть, совмещу. Например, занятие танцами. Это физический спорт? Это физическая активность или нет? Ну, то есть, с одной стороны, вроде как физическая, поскольку нагрузка там колоссальнейшая происходит. намного даже больше, чем в некоторых видах спорта. Есть соревнования. Да, есть и соревнования, и Кубки мира там и так далее. Там даже есть и профессиональный спорт, там колоссальнейший есть. Вот. И детям очень нравится танцевать. Вот родители рассматривают это как занятие спортом, например, или нет? Это очень интересный вопрос, потому что это прямо напрямую можно рассматривать таким образом. И физическую активность, часть этой физической активности делать именно в таком виде. Ну, вот, кстати, еще один мальчик сказал, что ему нравится заниматься в спортивном зале, ему нравится заниматься с тренером, но не нравится заниматься в школе на физкультуре. Давайте сразу после рекламы мы поговорим о том, хватает ли детям активности в школе. Время и дети Программа о «Время и дети» продолжается. Сегодня мы говорим о том, нужен ли ребенку спорт. До рекламы мы слушали детское мнение, мы задавали детям вопрос, нравится ли вам заниматься физической культурой. Получили разные мнения. И в том числе один из мальчиков сказал, что физкультурой ему заниматься не нравится, а вот в зал ходить с тренером ему нравится. Артем, как вы считаете, в нынешней системе образования, ну, понятно, что не просто же так, там тоже все рассчитано, нагрузка рассчитана, министерство образования этим занимается. Но вот хватает ли ребенку, среднестатистическому ребенку, той физической активности, которая дается на физкультуре? Сколько там, два раза в неделю, три раза в неделю физкультуры? Ну, на мой взгляд, конечно же, это недостаточно, крайне недостаточно. Более того, она дается по расписанию, это нагрузка физическая, а давать-то ее надо не по расписанию, а по потребности тела, необходимости. И, например, у нас для этого предусмотрен зал спортивный, который всегда открыт, то есть ребенок в любой момент может прийти в зал и позаниматься. Вообще в любой момент. То есть он говорит сопровождающему, что вот мне нужно прийти, пойти поиграть, побегать, мы хотим побегать, поиграть. Они спускаются и бегают, играют то столько времени, сколько им необходимо. Когда они наигрываются, они поднимаются обратно в общее помещение, вот, и, соответственно, там дальше взаимодействуют. А нет ли такого момента, что дети наигрались, набегались, напрыгались, и им захотелось кушать, им захотелось спать, то есть у них нет сил дальше на образовательный процесс? Я, опять же, по средней школе муниципальной могу как-то судить, я с ужасом вспоминаю свои уроки физкультуры зимой, когда у нас физкультура была, допустим, третьим-четвертым уроком, либо вторым-третьим уроком. И были вот эти лыжные кроссы, после которых мы приходили и, как правило, писали контрольные, на которых тряслись руки и очень хотелось спать. Да, здесь есть эта проблема в связи с тем, что поскольку занятий мало и они сделаны в небольшое количество времени, уложены, вот, то педагог по физической культуре вынужден делать их интенсивными, очень сильно интенсивными и выматывающими. Там тоже есть нормативы, там есть какие-то свои расписания, их можно достигать, конечно же. И свои зачеты. Конечно же. И их нужно все проходить, тренировать и еще сдавать, то есть это процедура длинная достаточно. И интенсивность занятий очень высокая, может быть, то есть, ну, и в данном случае действительно ребенок может быть, ну, выматываться, особенно в младших классах, да, когда выносливость еще не очень высокая. Вот. А я же говорю как раз про то, что очень-очень позитивно и очень полезно, когда ребенок в своем ритме физическую нагрузку получает. То есть он приходит в зал и делает то, что он хочет в зале. А, то есть ему не задается программа? Конечно, ничего. Да, то есть сопровождающий нужен только для того, чтобы обеспечивалась безопасность детей. Потому что возрастают скорости, возрастает активность очень сильно. И вот в этом таком хаотичном движении детей, вот, игровом происходит некоторого образа наблюдения, да, чтобы это не заходило в... Ну, чтобы не было конфликтов, да, каких-то не было. Да, конфликтную сферу в опасную, чтобы это не превращалось в опасность. Потому что это прямо видно, что если дети начинают двигаться, у них мера опасности возрастать может. То есть видно, что они начинают более опасно совершать действия, вот, более близкие контакты. И это прямо в атмосфере чувствуется, нарастание вот этого момента. И если этот момент не ослабить, он приведет неизбежно к какому-то конфликту или к какому-то травме, там, и так далее, и так далее. Вот, к какому-то взаимодействию сложному, сильному. Ну, к сожалению, в школе-то это практически невозможно сделать. Там есть нормативы, нужно, там, пробежать километр на лыжах, к примеру. Ну, поэтому вот такой эффект и получается, и действительно дети, а там же еще нужно переодеться, нужно же, да, в одежду в другую, и обувь поменять успеть. То есть еще меньше времени остается, вот, и поэтому... И разминка должна быть, чтобы не получить никакой травмы, то есть... Вот, да. Но про разминку можно сказать, что детям разминка не нужна, в отличие от взрослых. На физиологическом. Конечно, потому что они двигаются намного больше, чем мы, и с утра они даже, они в течение, там, первых 30 минут своего активности, бодрствования, они уже пробегают больше, чем взрослые, там, за полдня. Но мы же можем говорить, что все равно, там, неудачно повернулся, потянул мышцы, как-то надо разогреть мышцы-то все-таки. Вот, ну, из нашей практики мы прям видим, что это абсолютно ненужная вещь для физической культуры. Может быть, для какого-то специализированного вида спорта это и нужно, то есть, допустим, в котором используется определенная группа мышц, действительно, то есть есть виды спорта, которые прям, очень узкие группы мышц работают, и действительно, без их разогрева, то есть они могут, да, они могут... Ну, а, образно говоря, для веселых стартов это не нужно. Не нужно абсолютно, или для простых, там, да. Давайте вернемся к спортивным секциям. Очень часто советуют родителям гиперактивных детей отдавать их в спортивные секции. Вот, на ваш взгляд, это решит проблему? Здесь самый главный момент, что им нужно действительно выплеснуть свою активность, это понятно и видно. Главное, чтобы на секции это можно было сделать, чтобы это не была какая-то принудительная, такая, какая-то непонятная для ребенка активность, которая как раз не выплескивается. Ну, то есть это не стрельба из лука, да, например, это что-то более активное. Чтобы это был такой процесс, который был бы достаточно активный на всем протяжении. То есть это не так, что мы там встали, делаем разминку, они стоят и двигают там руками по чуть-чуть, и ногами. Это не та активность, которой нужна ребенку, то есть это наоборот. То есть они там делают разминку, там, 10 минут. И в таком, как бы, набивать... Потом, опять-таки же, дальше смотрим, да, там, тренируем упражнения какие-то, да. Сначала смотрим, вот, я вам показываю упражнение. Он опять стоит, ребенок, то есть он стоит, смотрит, то есть у меня нет выплеска активности никакой. Показали там какой-то, например, прием, да, нужно отработать. Встаем в пары, работаем там, да, какой-то... Сделали прием, посмотрели там, да, что, как. Вот, там остановились, вот... Одна пара делает, вторая пара делает. Да, вот смотрите, как здесь делают, как вы делаете, посмотрите, как и так далее. То есть, фактически-то активность, это не сильно много у детей выходит. Поэтому в данном случае нужно подбирать какую-то такую секцию, где такая активность, ну, более... Бассейн. Остановишься, и все. Нет, в бассейне там еще есть один момент, но там такой момент, что дети, опять-таки же, скучкованные на дорожке сначала, да. Да, дается там определенные задания кому-то, сколько-то проплыть, да, какая-то часть детей все равно находится в каком-то состоянии таком. Говорить им и общаться не дают, играть между собой не дают, потому что они должны быть дисциплинированы и делать, должна быть тишина в бассейне, вот, чтобы, значит, во время занятий и так далее. То есть, нужно какие-то, может быть, не знаю, активные виды спорта, типа командных каких-то, да, где движение, игра, идет игра, да. Да, и больше, и взаимодействовать с тренером по поводу этого, чтобы было больше игровых взаимодействий, больше, больше, больше в течение всей, в течение, чтобы доля игровых взаимодействий и активности в течение занятия была большая. Вот, это самое главное. А так можно, на самом деле, и без секции обойтись, можно самим побегать с ребенком и пробежаться куда-то, или куда-то сходить, или в мячик поиграть, просто мячик погонять. А домой пешком подняться? Да, домой пешком подняться, сейчас снежки, вот, буквально снег выпал, можно пойти в снежки поиграть, вообще, это очень круто. Это прям самая лучшая разрядка будет. Ну, а вот если ребенок, не усидчив, не может долго сидеть, например, рисовать, лепить, там, собирать конструктор, то есть, какие-то такой кропотливой работе такой не приучен, а может ли спорт дисциплинировать такого малыша? Когда вот он, допустим, ребенок, ну, то есть, если это проблема прям, да, если ребенок не может высидеть на месте, пока там его стригут, он не может высидеть на месте, на одном месте сидеть, когда ест, ему постоянно нужно бегать. Вот можно ли говорить о том, что спорт его дисциплинирует? Ну, что касается дисциплины, мы уже много раз говорили, что это не та конструкция, которая нужна ребенку, но спорт, он не дисциплинирует, дисциплинирует тренер. Конкретный человек, который будет работать с вашим ребенком, он и будет дисциплинировать его, то есть, он будет производить воздействие над ребенком такое, которое будет ему давать понимание. В лучшем случае. Да, в лучшем случае. Вот, а так, это, да, определенная вынужденность, которой ребенок вынужден, ну, должен подчиниться. Что вот есть правила, есть определенный авторитет, есть человек, и ты должен действовать определенным образом. То есть, ты должен подчиниться определенным действиям. Вот, причем чаще всего эти рамки задает взрослый человек, и они даже часто не социальные. То есть, они не то, что они социумом выстроены, а не просто это вот желание взрослого создать какие-то рамки. Вот, это происходит не только как бы между там ребенком и взрослым, это может и через взрослых происходить и так далее. Но в данном случае, то есть, дисциплинирование, это только тренер, то есть, конкретный человек. Спорт сам не дисциплинирует, потому что, если у ребенка не возникает желания достигать чего-то, развиваться каким-то образом в этом виде спорта, он не будет ничего делать, и, соответственно, не... Он также будет носиться по залу, по танцклассу. Ну да, он будет выполнять какие-то там, да, формальные вещи, которые требуются по дисциплине, там, ну и все. Это программа «Время и дети». Мы продолжим сразу после рекламы. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы обсуждаем, нужен ли ребенку спорт. Уже понятно нам стало из предыдущих минут программы, что ребенка заставлять заниматься спортом нельзя, бесполезно, и вообще это на самом деле чревато. А как можно увлечь ребенка занятием спортом? Очень часто мы в предыдущих наших программах говорили, что не надо воспитывать, да, там, ребенка нужно воспитывать себя и личным примером показывать. Ну, родитель-то не может посещать секции, если у него работа, дом, быть, семья, корова, да, и семеро по лавкам. Как вот родителю показать ребенку, что спорт — это здорово, и увлечь его этим? Ну, все правильно было сказано, только своим примером. То есть по-другому это никаким образом, ну, извне, не простимулировать, чтобы у ребенка что-то возникло какое-то свое. Вот, то есть это чем больше занимается спортом родитель, физической культурой, активностями и так далее, тем, соответственно, в виде его ребенок будет понимать, что данное состояние — это нормально. И заниматься такими же активностями — это нормально. И ничего в этом, ну, как бы, это тоже имеет интерес, потому что родители... Главное, чтобы родитель этим занимался в свое удовольствие. Ну, допустим, родитель может там подняться по лестнице, там, на десятый, к примеру, этаж, а вот как объяснить ребенку, родитель не занимается, к примеру, дзюдо или там футболом, а ребенку, что ребенку это надо. Что ребенок это должен почему-то полюбить. Ну, тяжело, да. Тяжело, ну, так вот таким, так воздействовать, ну, только каким-то принуждением или каким-то воздействием. Примерами знаменитостей? Здесь авторитеты в различных видах спорта, они воспринимаются разными людьми по-разному. Поэтому если вдруг ребенок, конечно, из каких-то роликов, из какой-то информации внешней или что-то так увидит, действительно его это зацепит, то да, вот там такой вид спорта классный, я вот видел, там, человек вот такие трюки там может делать, там, или что-то, например, там, вот такую штуку сделал. Ну, а если, например, хочешь дорогую машину, какую-нибудь Бугатти, как у Криштиану Роналду, вот иди занимайся футболом. Такие сработают? Социальный лифт, да, вот социальный лифт, но тут надо понимать, опять-таки же, чтобы до этого дойти, нужно будет колоссальное вложение со стороны родителей, финансовые в первую очередь, и эмоциональные тоже. И второе, что, ну, то есть, ну, непонятно, нужно ли это родителю, первое, да, и нужно ли это ребенку. То есть, если ребенок действительно увидит какое-то, он что-то поймет, что да, действительно, я так хочу, мне это нравится, я вот попробовал, и мне это заходит, и я делаю, и у меня это получается, там, да, и я от этого удовольствие получаю, потому что, еще раз повторимся, что в спорте крайне важно это получение удовольствия, что если не будет позитивных эмоций, связанных с этим спортом, никакого роста там не будет. Только он будет происходить, и будет происходить большой тогда, когда есть... Ну, или хотя бы какие-то награды, да, то есть, вот сделал шажочек, получил награду, сделал шажочек, и ты там идешь к своему Бугатти. Возможно, да, возможно, да, вот, но и при этом тоже надо отметить, что эти социальные лифты, они достаточно большие, длинные и сложные, то есть, это не так, что ты там год позанимался, и ты получаешь Бугатти, конечно, ну, то есть, так сейчас уже не работает, поскольку большое количество людей в этих лифтах находятся и занимаются видами спорта различными, от хоккея до художественной гимнастики, очень много там людей, детей и семей, и очень большая там конкуренция, то есть, нельзя сказать, что там все свободно, так ты пришел и поехал. Нет, так не получится, к сожалению, уже, вот, потому что людей уже много, и каждый пытается двинуться, а Агаси он один. Ну, вот у нас до конца программы остается буквально две минуты, давайте затронем еще такой вопрос, как вообще выбрать оптимальный вид спорта для ребенка, как подобрать подходящую секцию, есть ли какие-то тестирования, или только вот методом проб и ошибок полгода в одной секции, полгода в другой? Ну, тестирование можно проходить, и там взгляд педагога тоже, тренера может быть важен, вот, но, тем не менее, важен и мнение ребенка, то есть, в первую очередь, то есть, ему надо попробовать и понять, то или то. Он может, на самом деле, вернуться через какое-то время, он попробует, раз, два, главное, чтобы у него не сформировалось негатива в этот момент, то есть, попробуй, в отличие, хочешь, хочешь, не, ну, пожалуйста, поехали дальше. Он через полгода, через год может вернуться и сказать, что, ага, я вот что-то понял, как бы, мне тут надо дальше продолжить. Я скучаю без этого спорта. Да, или там что-то, да, ну, не скучаю, скорее всего, что-то он увидит такое, что там будет интересно, и тогда это будет позитивное впечатление, эмоции, и они могут уже вызвать хороший рост. Ну, а как все-таки ребенка направить, не заставить, а направить? Ну, направляем мы всегда все равно в соответствии со своими какими-то желаниями, мировосприятием, и это очень часто не совпадает с мировосприятием ребенка, и попасть очень тяжело, и лучше этим не заниматься, конечно. То есть, лучше найти то, что действительно ребенку понравится. Ребенку понравится, не вам. И тогда, вот тогда ему будет интересно, и вы будете в хорошем эмоциональном состоянии не водить его постоянно там за ногу тащить, а он будет сам туда идти, и тогда это будет намного позитивнее для родителей. Это была программа «Время и дети». Сегодня мы обсуждали, нужен ли ребенку спорт. Вот. Видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твериград. Ну, и слушатели, пилот-радио, и читатели портала Твериград могут предложить также свои варианты для обсуждения в следующих наших программах. Может быть, вас что-то тревожит, или в поведении вашего ребенка вы не знаете, что делать, вам нужен совет, вы можете написать на портал Твериград, или пишите нам на пилот-радио на WhatsApp номер 7-920-693-54-82, и мы обязательно вам поможем. Это была программа «Время и дети». Услышимся через неделю. Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети.